Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Доброе и Светлое. Меня зовут Светлана. Весенние работы в апреле продолжаются. У меня на повестке дня земляника, которую еще называют клубникой. После таяния снега, когда земля просохнет, необходимо удалить сухие листья и те, на которых коричневые пятна. Обязательно прорыхлить землю, убрать зерняки. Коричневые пятна это не обычные сухие старые листья, а бурый пятнистость или кладоспариоз, который поражает томаты, щавель, землянику. Такая инфекция влияет на сам урожай. С появлением молодых листочков она переходит на них, листочки начинают темнеть, сохнуть и кустик не развивается. Поэтому урожай мы можем совсем потерять. Лучше всего еще с осени, заметив бурые пятна на листьях, срезать эти листочки и убрать с участка. А по весне для профилактики как раз и требуется удалять сухие и поврежденные листья, рыхлить землю, чтобы не было застоя влаги, убирать сорняки, чтобы кустики дышали и освещали со всех сторон. А в подкормку лучше всего добавлять калий. Для профилактики бурой пятнистости или, если вы уже заметили, поражение листиков, применяются препараты против бурой пятнистости или фитоспорин. На этом участке наша земляника растет второй год. Изначально мы подготовили почву, удобрили компостом и пересадили маленькие кустики земляники. Сейчас моя работа состоит в том, чтобы прорыхлить землю, удалить все сорняки и желтые листья и опрыскать препаратом против пятнистости. Следующие шаги это подкормка. Лучше всего подкармливать землянику фосфорно-калийными удобрениями, например, монофосфат калия. Если есть угроза возвратных заморозков, лучше не применять на ранних сроках подкормку азотными удобрениями, поскольку молодая листва, которая пойдет быстро в рост от этих удобрений, может померзнуть.